Итак, что я хочу первое сказать, смотрите, запомните навсегда, любовь между мужчиной и женщиной, или иными словами, половая любовь, да, супружеская, из нее часто возникает, она не на всю жизнь. Вот как бы ни был, я романтик, вот такой, знаете, романтик с умом, вот если у вас есть чувство, что вы влюблены на всю жизнь, то значит смешалось два вида любви, есть любовь родственная, папа, мама, брат, да, там, или еще кто-то из таких родственников, она на всю жизнь, вот она на всю жизнь, потому что родственники мы на всю жизнь. А любовь партнерская, да, супружеская, она может приходить, может уходить, она не на всю жизнь. Так, еще раз, если у вас есть такое чувство, что это как бы, да, сейчас, на всю жизнь, то значит смешалось родственная и партнерская любовь. И это очень часто бывает, я уже об этом начал говорить, что мы непроизвольно, когда выбираем себе партнера, да, как-то ожидаем от него хорошего родственного отношения. И даже мы часто говорим, у меня есть статья такая на сайте b17, называется статья родненький мой, там описывается, да, вот мы говорим, когда мы, и вообще это чувство, по которому мы соглашаемся пойти уже в супружество, да, так, вот, хочу с тобой жить всю жизнь, вот это вот ощущение родства, вот это ощущение родства, оно само по себе, вот удивиться ему надо. Как? То он, по сути, не родной. Но есть это чувство. И это хорошее чувство, оно, в принципе, как бы не то, что надо его бояться, да, но надо знать, что там примешалось ненужное лишнее содержание, да. Как-то то, что мы хотели от лиц противоположного пола, когда мы росли и маленькие, да, может получали, а может хотели, мы теперь захотим получить от этого человека, да. И первое, что мы получаем, ну, такую проблему и негатив, мы немножко впадаем в детство. Потому что это вообще-то детское чувство, да, мы были маленькими, и они были большими, они были всемогущими такими, да, сильными, ну, там, если в хорошем варианте добрыми, внимательными, заботливыми, там, к девочке папа мог относиться. Не знаю, касается ли это вашего папы, может быть, было все не так. И вы знаете, есть определенная ошибка, и не надо это ожидать, что это будет между вами и этим мужчинам. Вот, ну, это только между вами и папой. Понимаете, папа уникален, да, он у вас, для вас лично, как отец, да, самый лучший. И то тепло, которое идет от него к вам, вы его чувствуете, знаете, вы такая выпаханная девчина, мабутьная, я думаю, да, вот как вы описали, я так, то это как раз только от него. Вот неправильно переносить и ожидать это не от своего партнера, да, вот. И, как бы, когда вы будете думать дальше о своем партнере сегодняшнем, да, с которым вы сейчас разрываете, вы, первое, обязательно разъедините образы. Ты мне не папа. Да? И я напрасно тебя ждала каких-то таких чувств, которые от папы, да, у меня папа один, у меня папа самый лучший, а ты мне точно не папа. Но, согласитесь, ведь есть такая тонкость, неожиданной стороны, я вам скажу, хотел бы, чтобы вы правильно поняли, с отцом не занимаются сексом. Правда? Какая-то, как бы, я вещь сказал, как будто вот она вообще абсолютно, ну, как это так, не должно такого быть, правильно? Но партнером мы занимаемся сексом. Это другой тип отношений, понимаете? Это совершенно, это половая любовь. Да ты почему, к словам, это подчеркивать? И там у нас есть какой-то другой совершенно компонент. Папа старше, дочь младше. Папа дает, дочь берет с радостью и благодарностью, да, вот. И потом, как бы, передаст этот подарок жизни, любви, заботы своим детям дальше, да, то есть такой хороший, хороший такой поток. А партнеры, они равные. Ну, мужчина в чем-то преобладает над женщиной, в каких-то мужских качествах, которые природа, как бы, дала мужчину, она делила ими больше. Мы их называем, обобщенно, мужественность, да, женщина в чем-то выше, мужчины в том, что мы называем женственность, да. Тут мы не совсем равные, но ситуативно, да, когда, например, надо выйти подраться, то чаще всего, как бы, мужчина это должен делать. Бывает, правда, некоторые женщины, которые лучше делают. Но так или иначе, вы поняли, о чем идет речь, вообще мы равные, да. И мы в отношениях, мы в отношениях. Если это папа, он дает, мы берем и не возвращаем назад, кроме любви, ничего. Просто любовь. Папа, ты у меня самый классный, я все время о тебе буду, ну, помню. Ну, такое, да, вот, это чувство. Мы назад не отдаем, мы передаем своим детям. Так жизнь идет от родителей к детям, потом к внукам, к правнукам. Мы получаем подарок жизни, заботы и всего, и передаем его дальше. Это классно. Я вот радуюсь тому, что мой сын заботится о внуке, а не обо мне. Ну, слава Богу, сам. Вы поняли, да? А когда мы сходимся вдвоем, он вам дал, вы ему ответили. Он вам дал, вы ему ответили. Никогда не нарушайте этого баланса, никогда не давайте больше, чем вам возвращают. Можно давать чуть-чуть больше, вот, только чуть-чуть больше, да, вот. А не я тебе всю душу, я тебя так люблю, я тебе ради всего. Это еще одна путаница. Так ребенку дают. А мужчина не ребенок. Вы поняли? Да. Хотя, женщина, она любит вот здесь, грудью немножко, да, и как бы, ой, мой мальчик, да, и вот немножко примешивается. Материнский инстинкт к мужчине. Да, материнский инстинкт включается к мужчине. И как бы вот, я хочу ему всю себя, как вот ребенку. Ребенку надо, но он такой маленький рождается там, да, да, и естественно. Притом какое-то время, до 14 лет, кстати, да, потом он должен вырасти, даже пинок под зад ему надо дать, иди, живи там, да. А вот пока маленький, да, ну он же не маленький. Ну вот, и мамы, и вот женщины, типа, наши женщины, да, с нашего региона, да, они так щедро дают, это просто капец, вот не надо, вот эту ошибку делайте. Не давайте так щедро любви, это не ребенок. То есть, смотрите, влюбляется женщина часто, как бы как в папу, да, а отвечает, как бы ребенку. Ну, полная восстанется. Нет, ребенок ниже, а мужчина, вот он равный, да. Да, да. Он столько-то, любви, заботы, внимания, вы ему ответили столько же, чуть-чуть больше, вот просто хорошая динамика, да. Когда чуть-чуть больше, ну вот лет, чуть-чуть больше, и так лет 50, чуть-чуть больше, чуть-чуть больше. И как бы хорошее накопление и память сюда, ну мы как бы, не то что там жлобничаем, да, а да и немножечко больше, и все хорошо. И тут еще даже такая вещь, вот здесь, да, что если он плохое сделал, надо тоже вернуть. Ну, если любите, чуть-чуть меньше. Немножко так, чтобы на нет сошло, потихонечку так вот это сам. И если вы в своих чувствах к нему теряете вот это ощущение, что вы должны были по-равному, да, вы именно из-за этого и уходите. Вы на это вышли, ну где-то так, глубинно, да. Да.